Если ты занимаешься на турниках и брусьях и не знаешь, где приобрести качественный и доступный по цене инвентарь, то тебе просто необходимо посетить магазин Workout, перчатки для тренировок, всевозможные утяжелители, гимнастические кольца и многое другое. Кстати, я закупаюсь именно там. Ссылка на сайт в описании к видео. Всем привет, друзья! Вы просили нас снять видео, как увеличить рост, и мы снимем видео, как увеличить рост на турнике. Довольно простые упражнения, если вы будете частенько их делать, я бы сказал каждый день, то вы вырастите, скорее всего, с 90% вероятностью. Поехали! Итак, друзья, первое упражнение – это простой обычный вис на турнике. Вам его надо будет делать два раза в день, то есть, когда вы проснулись, вы сразу же делаете 5 подходов по 1-2 минуты. То есть, короче, на максимум висите, там, если 1 минуту можете висеть максимум, то висите 1 минуту. И 5 подходов вечером делаете, по 5 подходов утром и вечером. Смотрите, как это делается. Просто повисаете, максимально расслабляете свое тело, и носки пытаетесь тянуть вниз. И висите вот таким образом 1-2 минуты. При этом расслабляя позвоночник, старайтесь максимально его прям прочувствовать, как будто он, блин, у вас отвисает вниз туда. Вот, сделали, отдохнули где-то 1-2 минуты. Ну, лучше поменьше отдыхать, где-то минутку. И потом снова висите 1-2 минуты. Надеюсь, вам понятно. Переходим к следующему упражнению. Итак, ребята, если у вас запястье слабоват, и вы не можете долго себя держать, то выполняйте на 50 или 60% меньше от максимума, сколько вы можете провисеть, и делайте около 20 подходов. Также можете растянуть на целый день. Либо первое, либо второе. Я вот так же тяну вниз себя, не напрягаясь. И не надо долго висеть. Ну что ж, ребята, следующее упражнение будет... Мы делаем подтягивания, а потом, когда отпускаемся, висим 5-10 секунд. И потом опять подтягиваемся. Опять же тянемся максимально. Затем опять подтягиваемся. И вот так это выглядит. Есть также упражнение. Вы должны в нем крутить корпус туда-сюда. Делать примерно около 30 повторов на каждую сторону. И стараться опять-таки тянуться вниз, чтобы растянуть свой позвоночник по максимуму. Итак, друзья, следующее упражнение. Это предпоследнее упражнение. Вам нужно выполнять такое упражнение, как маятник. Знаете, покачивая корпусом туда-сюда. Делается оно вот так. Повисаете. Опять же, расслабляете свое тело максимально. И покачиваетесь вот таким вот образом. При этом вы должны чувствовать, как ваш позвоночник как будто расслабляется. И диски позвоночные, они так немножко рассоединяются. Но, конечно, если они у вас будут рассоединяться вообще, то это плохо. Поэтому должно быть только чувство этого. Итак, а следующее упражнение это вращение тазом в одну и в другую сторону. Оно выглядит примерно вот так. И в другую сторону. Также тянемся максимально вниз. Итак, друзья, спасибо за внимание вам. Надеюсь, вы будете расти просто как эти, как гиганты, короче. Огромные такие. Бам-бам-бам. И все у вас будет хорошо. Будете самыми длинными в классе. Поэтому, если вы подросток, ставь лайк. Делайте упражнения. Подписывайся на канал. Вот очень полезное упражнение делает парень. Не знаю, как его зовут, но он молодец. Пока. Подписывайся на канал.